Привет всем! Сегодня начинается наш очень сложный маршрут за визами. Мы едем на такси в Бангкок. Вот мы приехали в Бангкок, мы заселились в гостинице FIFFS Resident. Будете в Бангкоке туда заселять, 900 бат стоит сутки. Номер классный, похоже, гостиница японская. Все японцы, блин, не знаю, очень классные. Такая маленькая гостиница, она очень новая, 2012 года. Вот, сейчас мы двигаемся в Сиам Парагон. Бангкок город контрастов. Вот люди вот так живут. Да, живут так люди. Еще живут люди вот так. Жить фактически на воде, у воды. Очень классно. Лотка плывет, смотри. Они так воняются, когда проезжают? Скажу я вам, воняет тут просто адово. Возле этой речушки. Как они тут, бедные, живут? В своих плачугах. Живут же. Уже скоро будем в Сиам Парагоне. С климатом тут, конечно, вообще жесть. Очень влажно. Он уже мокрый. Он уже мокрый. Вон, если видите, в Байоки Скай, значит, мы уже рядом. Да, вообще мокрый уже весь. Мы добрали для Сиам Парагона с пешочком. Не так быстро, как планировали, но нормально. Перекусить просто необходимо. Зашли тут место ресторанчик. Покушаем и продолжим наш маршрут. Отлично. Мы вернулись. Отлично. Предieldи. Отлично. 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 Поэтому яzerяной, второй приний китаца спал. кто это прямо он вон скарк, смотри какой огромный ходили в водонный мир было очень все здорово но мы вышли и тут игрушки давайте посмотрим что здесь есть кто это? пиццик и вот эту мою усилу а всех покупаем? мама, папа приду время в 5 утра мы до сих пор не выспались мы в аэропорту Дон Муан полетим Майорейш до Удона мы приехали за два часа как и в России регистрация внутренних рейсов вот у нас случились небольшие проблемы при получении билетов так как Наташка беременна, она подписала некоторые документы о том что она ни при каких обстоятельствах не будет рожать на борту у них ни при каких, справочка есть приезжайте как можно раньше, потому что у них общая очередь регистрации на все рейсы и потом в единой очереди получаются билеты, в единой очереди все проверки, досмотры поэтому чем раньше приедете, тем быстрее пройдете все это дело и у вас будет час времени, например, чтобы сходить в Старбакс все мы уже в самолете и следующий кадр будет уже из Удона лететь до Удона примерно около двух секунд посмотрите, раз, два все уже прилетели, быстро ходишь из аэропорта за 200 бат покупаешь места минимум прям до границы довозят чуть меньше часа на нашей маршрутке и мы уже на границе прошли тайскую границу это где-то минут пять занимает максимум покупаешь билетик за 15 бат и здесь на границе на границе она у вас заполняется на стрелочке и без очереди совершенно проходим на ту сторону там садимся на такси и быстро завезаем все, мы приехали китайское спортерство сейчас будем делать визы собственно смысл нашей поездки эта штука до часу 30 поэтому позже приезжать смысла нет сейчас время 11 наверное уже смысла нет мы сдали документы на визы и завтра они будут готовы уже сняли в Лаосе вот такой номер за тысячу а мы тут на два дня вечером пойдем к ней гулять покажем всем Лаос я не знаю видно мне или нет но мы хотели показать вам Лаос так получилось так получилось что сейчас 7 часов вечера и мы только что проснулись очень устали с этого перелета и сейчас вот вышли на улицу что-нибудь найти вообще покушать хочется поэтому пойдем найдем где поесть а еще у них везде билайн просто спонсор лаоса билайн мы нашли детскую площадку она вот за нами она все горки там железные и соответственно днем они нагреваются градусов до 80 кататься на них невозможно а ночью они не подсвечиваются так что выбирайте как будет играть ваш ребенок 8 дядька какой-то руку протягивает это вообще первое что мы нашли красиво в этой стране вот такой замок из него доносится какая-то музыка наверное тусня какая-то королевская сегодня происходит там но ворота закрыты мы то не попадем поэтому на тусовку сегодня нам не попасть здесь огромные листья на деревьях просто гигантские вот здесь такие и метет здесь специальная уборщица огромной метлой это местная Лаоцкая уборщица это не моя жена не подумайте ладно это Наташка она просто не любит как грязно и убирается все время видит мусор метлу сразу за дело смотри мы мороженое купили на 57 тысяч 57 тысяч за мороженое за три кит да сколько это батах один черт знает не знаю короче это немного на самом деле ну звучит 57 тысяч можно поесть на миллион спокойно мы нашли новый центр центра прям и тут намного лучше тут есть рестораны европейские сегодня вечером сюда пойдем во время 11 утра и мы пошли за визами пешком посмотреть город вам показать и в час 30 у нас там получение уже паспортов с визами поэтому есть пару часов на экскурсию самостоятельно это был это был фонтан парк микс мы сюда вечером вернемся там шоу какое-то будет похоже дорогу в лаосе не переходят тут ее перебегают тут короче всегда красный горит как в Хайланде у нас еще полчаса есть до начала работы выдачи наших паспортов поэтому мы зайдем покушать пиццу и приятного аппетита и и пожал давай спасибо так а теперь папе потом 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 мы покушали теперь можно двигаться нашим с вартами там очередь какая-то скопилась понятно сегодня та же схема мы опять получили номерочки 29 или сидим опять в этой общей очереди но сегодня мы не 500 31 а 29 как только открылись дверки люди с детьми идут без очереди соответственно это мы в течение одной минуты мы получили наши визы все можем тусить красная дорожка это наверно и меня ждали красная дорожка это наверно и меня ждали короче мы попали на какой-то мисс Лаос или мисс Янкиян девчонки там ходят это все что можно снять в Лаосе и больше муки снимать ничего не будем а завтра мы посмотрим Удон столицу с севером Таиланда вот собственно оттуда мы и полетим в Бангкок из Бангкока в Хоакин на такси все мы выселились из гостиницы и сейчас идем попить кофе позавтракать и едем на границу мы очень хотим быстрее в Таиланд обратно мы взяли тук-тук и сейчас двигаемся в сторону границы граница Лаос с Таиландом это у них такая речка говно-дечка вот такое вот и посмотрите плаги какие сердце вот интересно что это у них означает вот она граница между Таиландом и Лаосом значит если вы выберете такси в Лаосе что при этом там стоит тысячу как только вы проходите границу Лаоса сразу 1200 но еще есть выбор за 200 бат на вот таком бассе доехать прямо от границы до самой гостиницы что-нибудь с ними мы считаем покажем маленький город мы заселились в гостинице в Удлине вот наш номерок и вид из окна здесь конечно не фронтан но лучше чем в Лаосе стоит 1200 сутки и с утра нас отвезет бесплатный автобус ну вот наконец-то мы в Таиланде мы так долго ехали и этого хотели было очень жарко везде и мы три дня повсуждали пока мы сделаем вот так Папа ой я достаю за коленок Папа видишь? Ничего себе пошли гулять по Удону Удон Тхани тут очень тихо такой тихий маленький городочек прям людей очень мало движение такое короче Хуахин напоминает на самом деле внимательно изучив все достопримечательности этого города мы решили поехать в торговый центр в торговых центрах все очень логично на первом этаже одежда на втором этаже на третьем этаже на третьем этаже футкорт на четвертом еще что-то все на втором этаже ничего не разбросли вот так тоже мы короче пришли куда-то покушать 350 бат стоит вход для маленьких 150 это у нас сегодня такой аттракцион мы пришли здесь тарелочки крутятся там всякие рыбы всякая креветка и всякая фигня нам прийти тарелки значит мы сейчас должны сами себе варить суп и заплатить посмотрим короче очень интересно что еще произойдет Наташа ты готова варить? да я пошел легким путем я пока себе просто набрал суши не знаю как они будут считать по тарелочкам если так то я следующий раз наберу в десять раз больше суши в эту тарелочку сейчас будем варить тумья ты умеешь варить тумья? нет я не умею это варить тумья а кукурузу надо? да но у тебя нет нет? а что? смотрите я уже что наварил я уже креветок туда положил морковки креветок морковки что еще я положил? зелень короче какую-то не две морковки две этих упаковки креветок туда закинул но это походу мало сейчас мы еще туда что-нибудь сейчас разгадали секрет как кушать? ты же себе приносила тарелку там уже бабьем ты выбираешь вот эти штуки которые крутятся агредиенты закидываешь сюда варишь их а тебе на все просто дается полтора часа ну соответственно на приготовление чтобы покушать и поесть и уйти отсюда а за это время ты должен быстренько набрать много суши сколько ты съешь поесть их а вот этот суп это вообще для видео наверное ну у нас так просто дочь рассказывай что ты делаешь я суп сделала из чего и все ну тебе я захотела только не знаю что я добавила не знаю ты не знаешь что ты добавила да? но ты всяко сварила очень вкусный суп лиля самое главное скажи кто его кушать будет мама короче в общей сложности мы привет наварили там продуктов перевели вообще на много-много денег но в итоге поели много суши и 350 рублей человек там окажется буфет это когда ты ешь сколько хочешь в тебя влезет сколько за вход платишь и все но мы наели суши прямо не знаю на миллион наверное с Наташкой вот так что будем знать короче пока мы гуляли тут уже почти Новый год случился вон уже все разукрашено снежинки елку почти делали уже вон нарядили и вон уже снег типа идет короче городишко нам понравился очень торговый центр просто в миллион раз лучше чем в Пахине есть вообще все там огромный детский магазин классно что у нас такого нету потому что мы бы там наверное все деньги оставили и залили все сейчас двигаемся в гостиницу уже темно ну и завтра у нас самолет летим в Бангкок и поедем в Икею в Бангкоке есть Икея мега там я думаю снимать уже нечего и все видели Икею и оттуда мы поедем в Хуахин домой а из дома уже снимем как мы прилетели вот на этом наше путешествие закончилось спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь и ждите новых видео пока